И нетрезвых граждан могут забирать вытрезвители из их собственных квартир. МВД такой проект нарисовали. И теперь в качестве законопроекта будет рассматриваться правительством, думой и так далее. То есть правительство на такие высеры должно дать положительное решение. А после этого будет уже рассматривать дума в качестве законопроекта. Прикольно, да? Даже в советский период, я вот помню, был участковым, как я могу пьяного из его квартиры забрать. Но если он очень сильно дебоширит, то я его забираю не потому, что он пьяный, а потому, что он совершает мелкое хулиганство. У меня куча заявлений от его родственников, заберите, пожалуйста, Христа ради и так далее. Тогда да, а так он пьяный, ну я пришел, он меня нахрен посылает и все. Сидит пьяный и прикалывается надо мной. Жену он не бьет, никому громко не орет, чтобы соседей напугать. Все, ну я постоял, поговорил с ним, успокоил и все, погрозил пальчиком. Что я ему еще сделал? Он ведет себя правильно. То, что он там с женой поссорился, это их личное дело, понимаете? А вот сейчас совершенно чудовищная, конечно, ситуация. Под эту муху, да, то есть они будут любого хватать. Он пьяный, все, иди, иди отдыхай. То есть им самое главное, нужны какие-то дополнительные права, чтобы любого отовсюду они могли вытащить. Сейчас они будут взламывать двери, пилить их какими-нибудь там бензопилами и рассказывать о том, что там внутри был пьяный. Мы понюхали в замученную скважину и учуяли. А как будут попадать менты в квартиру пьяную дверь ломать? Вот вы правильный вопрос задали. Конечно, так оно и будет. Зачем вам такая полиция, которая не охраняет правопорядок? Полиция, которая не приезжает на вызов, когда убивают женщину, и она кричит несколько часов. Зачем вам такая полиция? Вы оплачиваете эту полицию, а защищает от полиции государственного преступника Путина и других преступников, которые составляют его банду. Эта банда нас грабит. Эта банда уничтожает Россию. Почему? Потому что их защищает полиция. Она создает основу для этой преступной деятельности. Вот эта самая полиция. Она помогает Путину, помогает его банде, помогает кому угодно, она только не помогает вам. То есть, она своим бездействием обрекает вас на выживание. И все самые чудовищные преступления совершаются в России по причине того, что есть Путин со своей шоблой, который уничтожил правопорядок совсем. И есть полиция, которая не защищает вас. Никоим образом. В 19 февраля это тоже к вопросу о полиции, которая никого не защищает. И к вопросу о ФСБ, который все ловит террористов. 19 февраля в Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины совершено преступление. Некий чертило, так его назовем. Ну, какой-то человек, у которого не все дома, который насмотрелся Киселеву, Соловьеву, Пробендеровцев. Позвонил в дверь Генконсульства. Когда открыли, он два раза ударил открывшего. А это пограничник украинской службы. По гранслужбе он ударил его ножом. Представляете, просто. То есть, это безмотивное преступление. Просто из ненависти. Он ненавидит украинцев. Он пришел резать их в Генконсульство. То есть, это вот, представляете, это вообще генетический мусор такой. Вот этот человек. И столько таких в России. Жуть. Их надо держать, грубо говоря, в узде. Им нужно давать ту информацию, которая им правильно обучала и правильно направляла. А им засрали мозги. И вот, когда все начнется, что теперь с такими делать? Вот скажите. Вот представьте, вот эти Киселевы, Соловьевы. Они-то свалят. А когда все начнется, замес вот с этим, и что делать потом? Вот с этим, который с ножом пришел резать там, потому что там бендеровцы. Или по какой другой причине, я не знаю. Ну, сами понимаете, я думаю, что это вопрос риторический. Вы сами понимаете, чем мы будем с такими делами. Куда нам деваться? Продолжение следует...